Всем привет! С вами Денис Мейджор и обзор роутера NETYS WF2681 Ну для начала вообще, почему я на своем игровом канале делаю обзор этого роутера? Мне его дали, сказали, слушай, ты потестируй, это игровой роутер, мы его сделали специально для игр, для геймеров Но я подумал, ну, наверное, они просто сделали роутер с высокими скоростями, низкими пингами и назвали его игровым Но это не совсем так Помимо действительно высоких скоростей, поддержки двух диапазонов и кучи прочих плюшек, которые безусловно нужны геймерам В админке этого роутера есть так называемый игровой режим Как мне объяснили, по сути это интеллектуальная надстройка COS, Quality of Service, которая распределяет трафик в пользу игрового Роутер умеет определять, когда вы играете и оптимизирует свою работу таким образом, чтобы еще больше снизить пинги Но это, конечно, все теория, поговорим о практике Но сначала посмотрим, что здесь, собственно, есть 4 гигабитных порта LAN, 1 порт WAN для подключения внешнего интернета, питание, кнопка WPS для быстрой и простой настройки И, к сожалению, ни одного USB порта Зато очень-очень много лампочек, которые будут очень ярко ночью гореть и, к сожалению, из админки их отключить нельзя Это минус Еще здесь есть 4 антенны Это, кстати, плюс Они располагаются довольно интересно Их можно вот таким веером расположить Ну, на самом деле, их можно расположить и по-другому Например, вот так Более классический вариант Снять эту самую, как ее, подставку и положить роутер вот так Или повесить его вот так на стенку В спецификациях роутера заявлено, что он поддерживает скорость до 1200 мегабит в секунду Я на всякий случай расскажу, что когда производитель пишет такие большие цифры на коробке с роутером Это не значит, что вы на своем отдельном одном устройстве можете подключиться на такой скорости к этому роутеру Эта вот большая цифра означает сумму всех возможных скоростей подключения Короче говоря, знать суммарную скорость, вот эту 1200 мегабит в секунду, как у этого роутера Она нужна только для того, чтобы понимать, сколько девайсов мы можем подключить на большой скорости У меня дома, например, несколько компьютеров 4 игровых консоли После того, как Xbox 360 сломался Смартфоны, которые я тоже регулярно тестирую, кстати Все это подключается к одному роутеру по Wi-Fi Именно для того, чтобы все это нормально вместе работало одновременно И нужны такие роутеры, как Metis WF2681 Обычно я пользуюсь роутером Apple Time Capsule Но, естественно, на время тестирования я использовал исключительно этот И знаете, совсем не потерял ни в скорости, ни в производительности В том числе это касалось игр, но правда играю я не на компьютере, а на консолях Я, честно говоря, не уверен, умеет ли этот роутер определять, когда я играю именно на консолях, а не только на компьютере Однако с сетевыми играми проблем у меня не было Я играл в Doom, Star Wars Battlefront, Splatoon и в Mario Kart В общем, все эти игры довольно требовательны к интернет-соединению Как ни странно, даже Splatoon Так вот, при использовании этого роутера у меня проблем не было Настройок у роутера тоже очень много в админке Мне это тоже понравилось Ну, там порт-форвардинг Ну и вдобавок у роутера очень приятная цена Где-то его продают за 5 тысяч, а где-то и за 6 тысяч рублей Конечно, вы можете сказать, как роутер может стоить 6 тысяч рублей? Но слушайте, если вам действительно нужен производительный роутер Мощный роутер, к которому можно подключить много девайсов И не испытывать проблем со связью То все они примерно так и стоят А то и дороже Но минусы у этого роутера тоже есть Я их, собственно, в самом начале озвучил Это отсутствуют USB-порты Ни одного нет Ну, хотя бы один-то можно было поставить И неотключаемая подсветка на стандартной прошивке Ну и внешность такая, что, знаете, не замаскируешь под деталь интерьера Но если вам не нужны шашечки, а нужно ехать То роутер очень даже неплохой А с вами был Денис Мейджор Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео Об играх, игровых консолях, ну и прочих игровых девайсах И до новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok